Однажды Геральту из Ривии надоело быть Ведьмаком, и он решил сменить профессию, религию и страну заодно. И отправился он в Японию, чтобы стать не то самураем, не то ниндзя, не то всего понемножку. Правда, путь лежал через лондонский Тауэр, куда его забросили сценаристы Uncharted ради странного пролога. А с вами Денис Мейджор и первый взгляд на игру НИО, очередной эксклюзивный долгострой для PlayStation 4. Ладно, по чесноку, игра крутая. По сути, это такой Dark Souls от разработчиков Ninja Gaiden. Ну, то есть, натурально Dark Souls. Собственно, даже Lords of the Fallen была меньше похожа на Souls, чем НИО. Здесь у нас святилище вместо костров, респаун всех врагов, даже если вы просто помолились у святилища, прокачка умений по одному очку на уровень и продвинутая боевая система, где каждое оружие действительно уникально. Стремительные, но относительно слабые мечи, медленные, но сокрушительные топоры и три стойки бойца. Нижняя для уклонений и слабых ударов, верхняя для мощных атак и средняя для блоков и ударов средней силы. Вместо стамины здесь энергия Ки. Она тоже расходуется на различные действия в зависимости от мощи этих действий, а когда шкала Ки пустеет, ваш герой на время становится полностью беспомощным. Радует, что у врагов все то же самое. Вы даже можете видеть полоску со шкалой их энергии Ки, что очень помогает в бою. Также энергию можно пополнить после удара, если вовремя нажимать на кнопку R1. Типа всякое там самурайское чудоумение. А еще здесь есть сюжет, который вам показывают в том числе и в катсценах. Местами пререндеренных, местами на движке игры. Воевать мы будем со всякими другими, не то самураями, не то крестьянами с мечом, фиг поймешь. Ну и еще будет всякая нечисть в изобилии. Ну и вроде как каких-то сетевых соперников обещали завести, типа как в Dark Souls. Говорят, игра построена на исторических событиях, как некий англичанин, за которого мы, в общем, собственно и играем, приехал в Японию и, в общем, сыграл небольшую роль в ее истории. Или большую. Хотя, на мой взгляд, сюжет здесь скорее отвлекает. Подача сюжета как в Dark Souls лично мне нравится гораздо больше. Хочешь сюжет? На тебе сюжет. Не хочешь сюжет? Да играй себе на здоровье и пусть тебе ничего голову не морочит. Но напоследок о грустном. О графоне. Его опять не завезли. И это в эксклюзиве для PlayStation 4, которая типа самая производительная консоль и все такое. Разработчики предлагают на выбор три режима игры. Экшен режим с упором на 60 кадров в секунду, но без оглядки на разрешение. Режим кино. Не, серьезно, в игре это так и называется, и не шучу. Короче, в этом режиме, в режиме кино, Full HD на базовой плойке и 4K на PS4 Pro, но 30 кадров в секунду. И еще есть некий смешанный режим, где ни рыба, ни мясо. Играбельным из всех трех является только первый, который 60 FPS. В 30 FPS картинка как-то жутко дергается. Ну, на эту тему можете посмотреть тесты Digital Foundry. Я же о другом хочу сказать. На базовой плойке в режиме 60 FPS большую часть времени мы видим разрешение 720p. Да-да, 720p. Интересно, что теперь скажут Санебои, которые ругали Xbox One, мол он не может Full HD. Да ладно, там еще 720p. Вы посмотрите на этот пейзаж, например. Это же графика времен PlayStation 3, если не ранее. Я, конечно, ни на что не намекаю, но посмотрите на Ninja Gaiden 3 от тех же разработчиков на Xbox 360. Или на Bayonetta 2 на Wii U. Все это тоже 720p, 60 FPS. И что-то я не заметил, чтобы Nioh выглядела прям на поколение лучше. А вот Dark Souls 2, Scholar of the First Sin на той же PlayStation 4, да и на Xbox One, кстати, тоже. 60 FPS, Full HD и практически такая же картинка, как и в Nioh. Конечно, графика в игре далеко не главная. Но раз уж PlayStation 4 продвигают, как самую производительную в мире консоли, сами Санебои постоянно гнобят Билли Боев и Марио Боев, что тем Терафлопс или разрешение не доложили, то каждый раз, когда мы в эксклюзиве на PlayStation 4 будем получать графику уровня Wii U, да, The Last Guardian, я буду об этом говорить. А то несправедливо как-то получается. Но в остальном Nioh хороша. Особенно, если вы уже прошли Dark Souls. Правда, я так и не понял, почему после того, как я замочил первого босса, мне предложили пройти туториал. Как-то поздновато, не находите? Впрочем, игра вообще сильно меняется после первого босса. В лучшую сторону. А с вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ну и ставьте лайки. И спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok